Мы не собираемся, не дадут людей. Это, не знаю, все наши начальства говорят. Уборило. Что вы что-ли собираетесь стрелять по людям? Ну, ДНР или ДТР, ну, как-то так ваши подписали. Типа, за нас будет, в Дубле у нас все будет. А вы, типа, не подписали, так, типа, они говорили, что... Что ты хочешь сказать своим гражданам России? Типа, сейчас, дай договориться. Говори. Я сейчас снялся за то, что... Вот мы где-то там стояли, они как-то они набегаются до этого наступления. Что, типа, вы по нам стреляли, вот, а они все те, где был, типа, по Путину. Сказал, все, еще один раз по нам стрельните. Кто стреляли? Вот, украинцы, типа. Ну, типа, по Ростову или по Путину вы там стреляли. Но не знаю, что... Это кто тебе сказал, что мы по Ростову стреляли? Все, все, все эти наши полковники, офицеры. А, то есть вас, вас настраивали то, что Украина напала на Россию? Типа, да, мы стреляли, ну, там, с снарядами по нам кто-то стреляли. И на следующий день мы ночью... Ты в это веришь? Смотри сюда, ты в это веришь? Вот, вот, в этой ночи, вот, потом, на следующий день, по ночи, в 12 мы, сколько там, в 12 либо в час мы колонну выдвинулись. В 4 мы были здесь, потом отступили. Начала артиллерия по вам бить. Да, хорошо, вы били по Харькову, да, правильно, так. Мы пока стояли, ждали, пока все артиллерию будут бить. Вы ждали, пока артиллерия отработает, потом можно будет заходить, да? Потом должны были другие люди войти, но не мы. А другие люди это кто? Да, там же колонны ехало дофига, вошли мы только человек 20. А что ж так? Я не знаю, колонна... Что ты хочешь сказать своим гражданам в России? Тебя здесь вот лечат, оказывают медицинскую помощь, нормально все? Хорошо себя чувствуешь? Так точно. Так точно. Говори, что ты своим гражданам скажешь? Я даже не знаю, что сказать. Ну нет, ну как? Ты пришел к тебе, ты оккупан. Что они по нам стреляли? Кто? Рунаши. Что ваши по вам стреляли? Рунаши от него тебя ранили? Мы с лейтенантом кричали, свои, свои. Им было похлеб. Они у лейтенанта хоп первого. Потом я кричу тоже своего, но они мне по ногой ноге, я начал эту девушку уже уводить, они мне уже по второй ноге и по руке. То есть тебя постреляли свои? Да. Они вместе нас с лейтенантом. Лейтенант 200? Да. Там у нас оказался 200. Так, полком его и лейтенант кричали, кричали свои, свои, даже эти бенки были на погонах, что типа мы свои отличие. И на ките, ну на бушатах были эти, как там их, ну 9 мая, где как там их носит. Ленточки? Ленточки. Калорадские, да? Да, да. Ага. А они, ну когда гражданских спасали, но они потом не стреливали. Ну, скажи своим россиянам, оккупантам, что ты думаешь по этому поводу? Ну, сначала было все хорошо, полковник пришел, подполковник вот этот новый, который, как он называется-то, я забыл. Он пришел, но у нас снова служит недавно. И отдал приказ по граждански, взгляд, и по всем. То есть у вас был четкий приказ стрелять по граждански, я правильно понял? Я не знаю, мы только поняли, когда мы с лейтенантом в разведку пошли, когда нас уже пострелили свои же. Приказ был, я правильно понял, приказ был стрелять по граждански, если нацепили вас. Ты так говоришь? Да. Да? Мы были даже в военной форме, но мы его спасали, они и нас даже не пожалели. Я сейчас не о тебе говорю, я вообще, мне нужно понять, как вы, военные, можете стрелять по граждански. Ты же с оружием, они безоружные были. Это просто женщины, дети. Что вы делаете? Видели у лейтенанта даже, там на патроны я выстрелил, так же, как и я. Потому что мы не стреляем по граждански, мы не собираемся, потому что мы в первый раз... А кто стреляет по граждански? Вот наши, кто, блядь, в второй раз в такой ситуации, мы с лейтенантом в нашей в первой ситуации такой. Мы ни разу, мы даже не знали с ним, что мы пойдем на войну. Но ваши отдали приказ стрелять по граждански.